Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие телезрители. Друзья, сейчас я попрошу всех сесть поудобнее, поближе к экранам ваших телевизоров. Хочу поздравить вас с началом священного месяца Рамадан. Сегодня четвертый день поста, аль-хамдули-ля. Также я хочу сказать, дорогие телезрители, что вы можете нас найти на всех страничках социальных сетей. Это на Фейсбуке, ВКонтакте, также на Ютуб-канале. Сегодня у нас в гостях очень замечательные люди, которые часто приходят к нам сюда в студию. У нас в гостях Руслан Каиргельде, наип и мам в центральной мечети города Алматы. И Жангенхан Аблайвло, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Еще раз я поздравляю вас с началом праздника, с началом священного месяца поста. И у нас сегодня эфир будет проходить немножко в нетрадиционной форме. Сегодня мы начнем именно с пожеланий. Что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям, нашим соотечественникам? У вас есть большая возможность вот прямо сейчас в прямом эфире сказать. Руслан. Уважаемые телезрители, уважаемые верующие, братья и сестры, люди. Я бы хотел искренне еще раз поздравить с этим священным, светлым, добрым месяцем Рамадан, который уже наступил. То есть, поистине, время оно как кинжал, если дословно переведем. Время оно как кинжал, то есть, если не порежешь его ты, то оно порежет тебя. Здесь мы должны понимать, что время действительно, оно очень быстро летит. Буквально вчера мы ждали наступления вот этого месяца, и он уже настал. И вроде бы как вчера мы читали на вторых праздничном намазе, читали первую пару, первые суры из Корана. И уже сегодня это будет седьмой, восьмой джузы, то есть уже на четвертый день. И точно так, если мы все с вами не извлечем пользу, максимальную пользу с этого священного месяца Рамадан, оно опять быстро пролетит и быстро закончится. И нужно опять же торопиться делать благие деяния. Пророк Слава Алисам сказал в хадисе, то, что в этом месяце они умножаются от десяти до семьсот раз, Пророк Слава Алисам сказал. Поэтому нужно нам с вами торопиться, торопиться делать благие деяния, говорить хорошие слова, побольше делать садаков в силу своей возможности, конечно. Пусть это будет в день малое количество, но пусть оно будет продолжаться каждый день в течение всего месяца Рамадан. Машаллах, машаллах. Жанн Авлаевич, вы что добавите? Ну, во-первых, хочу поздравить всех мусульман мира. Это не только у нас с таким большим праздником, который мы ждали и готовились. И сегодня уже четвертый день радостно, что мы каждый день молимся, стоим рядом, молодые, пожилые, которые поддерживают друг друга. И сейчас мы центральной мечети, посвященной Таравок, встречаемся каждый день, обнимаемся, желаем друг другу успехов. Чтобы УРОЗА прошел у нас легко, для радости. Сегодня УРОЗА держат многие люди в нашем коллективе, где я работаю. Поэтому я хочу поздравить свой коллектив, который впервые держит УРОЗА, некоторые из них. И некоторые уже несколько раз УРОЗА держат. Но сегодня это событие во всем мире. Поэтому, братья мусульман, желаю вам хорошего, счастливого дня в Дни Тарауха. Я думаю, что это Бог простит наши некоторые погрешности, которые мы провели. До этого были упущения. И самое главное, больше внимания уделить близким, родственникам, семье и нуждающимся. Я надеюсь, что наши братья сегодня этим и занимаются. Руслан, Рамадан называют месяцем поклонения, месяцем благонравия, месяцем щедрости, месяцем пожертвований и так далее. Вот ко всему перечисленному можно ли назвать, что месяц Рамадан – это месяц семьи? Да, безусловно, так можно назвать. Почему? Потому что это такой священный месяц, где действительно семья вместе собирается, особенно на Евтар вечером. И я тоже очень часто говорю всем нашим прихожанам, мечетам, братьям, сестрам, то, что нужно тоже родственникам, семье в том числе уделять много времени. Допустим, нужно побольше давать, как у нас в народе принято говорить, ауза-шар и приглашать родственников. Пусть среди них есть родственники, которые на самом деле пост не держат, но пусть они тоже придут. Если они вас приглашают, тоже пойдите. Но надо побольше родственников приглашать на ауза-шар домой, чтобы все собирались за Анастарханом, за ауза-шаром. И в этот момент будет возможность поговорить об Ифтаре, о Рамадане, о Ауза-шар. То есть среди них есть кто держал пост, среди них есть и те, кто не держал пост. И когда тема будет одна, в принципе, получается, все люди, которые сидят за Анастарханом, весь день голодали, кого-то мучило жаждей и так далее, они будут об этом все говорить. И в этот момент те родственники, люди за Анастарханом, которые не держали пост, соответственно, им уже будет интересно, они тоже будут задаваться вопросом. Никто знает, может, они уже, пойдя домой, ваше приглашение, ваше угощение может стать причиной, и они на третий, четвертый, пятый день уже станут на сухурь и тоже будут поститься. То есть вы можете станете причиной этому. То есть таких родственников у нас, как, к сожалению, среди верующих есть тоже братья и сестры, которые заблуждаются, приглашают родственников, которые держат пост, которые не держат, не приглашают. С одной стороны, их тоже понять можно, они хотят, конечно, получить САЛАП, награду. Почему пророк Савалис сказал тому человеку, кто держит пост, кто сделает разговение, то есть доставил за шар, то этому человеку будет одинаковая награда, и награда того человека не уменьшится. Может, они, исходя из этого, приглашают таких людей, но нельзя забывать, что люди, которые не держат пост, может, действительно были причины, может, кто-то стеснялся, может, еще что-то, но если вы, иншалла, их пригласите, и за вашим столом будут только такие беседы про Рамадан, про праздник, ну, они будут. Почему? Потому что если даже два человека сядут за Дастерхан, и они обязательно будут обсуждать или же погоду, или как они весь день голодали, или как их мучила жажда и так далее. И, соответственно, третий человек, который будет сидеть, ему очень будет интересно, будет задавать вопросы, иншалла, может, он тоже будет поститься. То есть здесь хочу сказать, что с семьей тоже надо собираться, тоже надо вместе с семьями ходить на УЗАШАР, вместе с семьями тоже приглашать, вместе с семьей приглашать, и еще раз нужно... И ходить, и на Ифторы, и на Сухуры тоже, да, вместе. На Сухуры тоже, но это, конечно, силы за возможности людей, но на Сухур тоже бы не помешало. Но я бы хотел сказать, что сегодня, да, в гости ходят, на Ифтар ходят, на Сухур ходят в гости, но бывают братья, которые время семье тоже не уделяют. Было бы прекрасно, если бы за семейным столом родители, ребенок, отец, мама в целом собрались и вместе сделали бы Ифтар, сделали бы УЗАШАР, и, опять же, глава семьи, отец, поговорил об Рамадане, поговорил о священном месяце, и это тоже очень много будет способствовать в дальнейшем, чтобы и ребенок в будущем держал пост, ребенок будет знать, что такое Ифтар, что такое УЗАШАР и так далее. Но это в целом, одним словом, несомненно, можно назвать, что это месяц семьи тоже. Вполне логичный вопрос сейчас прозвучит. Вот даже она была, смотрите, казахи, по сути, мы гостеприимный народ, да? То есть нам бы главное звать гостей к себе домой, да? Разворачивать большие дастарханы. Вот, к примеру, в этом году, скажем, да, уже наши родственники, друзья, родные и близкие зовут нас с первых дней на Ифтар. Даже такая тенденция пошла, сейчас замечается, что и на сухур тоже зовут. Давай посухуримся, закроем рот вместе. Вот, вы вот до сегодняшнего дня вообще у себя дома разговлялись? Действительно, разговор идет о семье. Семья – это такой хрустальный шарик, многогранный. И там отец, глава семейства, глава семьи, мама и дети. Вообще семья – понятие – это очень такое огромное, охватывающее. И многих проблем и это. Сейчас в современной семье, например, даже не вовремя, а Рамадана, вообще у меня дома принято, завтраки присутствовать должны все. И на ужине должны присутствовать все члены семьи. Потому что за день что случилось, какие успехи, какие-то проблемы есть, обсудать нужно во время семейного завтрака, семейного ужина. А тем более вместе с Рамадан, вместе с Рамадан, эта традиция должна еще в войне усилить этот ужин. Стать на месте Ауз-Ашар и Ауз-Бикету должно быть семейным, именно семейным традициям и культурой во время Рамадана, присутствия. И семья, которая состоит из семья – это дедушка, бабушка, папа, мама, дети, внуки, дети еще. Я думаю, что каждый «я» именно в это время должны соединиться и обсуждать, которые проблемы, которые сегодняшний день, как провел, какая действительно Всевышний Аллах нам помогает. Посмотрите, какая прекрасная погода. Начало Рамадана стоит. Каждый день дождь, прохладно. И Лико, и Таравуха тоже проходит сейчас во всех мечетах нашего города. И уже приглашает Аксайский мечет, приглашает нас Ауз-Ашар, Аксахалы наши уважаемые, дали бата, благословение дали. Это как раз и традиция, семейная традиция, которая уходит в общество. Сейчас мечеть надо... Это тоже один из элементов нашего государства. Государство. Чем крепче семья, чем мечети, чем агаты дружат друг с другом, баур-малдых, и, конечно, и государство. Государство будет крепче, если семья крепче. Поэтому я думаю, что сегодняшний вопрос, который не стоит так, ислам и семья, вообще речь идет о семье. Семья, независимо от того, какой верой, какой... О единстве, о любви друг к другу. О единстве, да, взаимоотношении, взаимоуважении. И это воспитание. Я этом хочу воспитать моих детей, именно уважение к маме, уважение матери, истоки которой... И поэтому семейная традиция очень важна. И тем более, именно во время Рамадана это воспитывает. К терпению, круто. К любовь, семье. И внучка у меня каждый день готовит Ауза Шар. Это тоже у меня укрепляет мою веру, укрепляет семью. Я очень благодарен. Семье должен быть взаимное уважение, взаимная любовь и взаимная поддержка. Когда не успеваем, когда устает, кто держит УРАЗА. Пусть будет Жанна Блач в каждой нашей казахстанской семье, так как у вас. Инчахан. У нас на линии телефонный звонок. Ассаляму алейкум, варахматуллах, добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы с вами. Салеме цели. Ну, как мы знаем, Священ Аллах сам нам облегчил. Сказал, что если больные люди, человек впутник, человек в преклонном возрасте, мать кормящая, либо в положении, то они, в принципе, освобождаются. Но данной сестре нужно смотреть по ситуации. Если, в принципе, здоровье позволяет, то можно продолжить. Но если нужно принимать кое-какие лекарства, чтобы вылечиться и так далее, то, в принципе, прервать можно. И после окончания рамадана уже восполнить. Ну, то есть, если человек чувствует некую тяжесть, и уже... Если нужно подлечиться, то нужно, конечно, подлечиться. Потом восполнить после рамадана. Машал. Я хочу добавить. Давайте, да, на младь, конечно. Раз я врач, я должен в этом присутствовать. Айнолайн надо... Есть такой спасатель-бальзам. Возьмите, пожалуйста, бальзам. Намажьте вечером и утром два раза. Быстрее ожог заживет. И в этом поверхностном мазе она лечит ожог. Я думаю, что наступит облегчение. И вы продолжите свой уроза. Я надеюсь, что быстрее заживет рана. И я думаю, что... Все будет в порядке. У людей бытует мнение о том, что они не могут поститься ввиду определенных обстоятельств. У кого-то работа под палящим солнцем, у кого-то проблемы со здоровьем. Но вот в такой момент вообще как поддержать их? То есть, вот как могут их поддержать их родные и близкие? То есть, самые близкие им люди в семье, скажем, родители, либо женат, супруга, мужа, или брат брата, брат сестру, сестра брата. Как можно поддержать? Ну, во-первых, если есть такие люди, которые уже намерились и держат пост, я, иншаллах, призываю их только набраться терпения, наверное. И почему? Потому что, несмотря на тяжесть работы, несмотря где они работают и так далее, но все равно продолжают держать пост, иншаллах, Аллах им воздаст, Аллах даст им награду немоверную. И в обоих мирах, иншаллах, укрепить веру их, иншаллах, укрепить здоровье. То есть, у нас тоже, аль-хамдалля, я, в принципе, радуемся, что когда есть такие люди, вот буквально на днях тоже мама привела сына своего, и он тоже, можно сказать, работает целый день не там, где находятся кондиционеры, а вот наоборот, как раз на улице, там что-то по-дорожному связано. В общем, целый день на улице. И вот, говорит, и отец, и мать, мы все ему говорим, твердим, что... То есть, ребенок прервал пост, но ему-то уже где-то в 19 лет вроде было, чтобы он прервал пост, но, аллахамдалля, он говорит, нет, я не хочу прервать пост, почему хочу почувствовать вот сладость веры, сладость имана, то есть, награды хочу получить и так далее. И сам уверяет родителей, что, в принципе, сложности никакой нету, и вот по милости Аллаха вы видите погоду какая в последний день прохладная. И вон, если есть такие люди, то лучше набраться терпения и продолжать пост, не прервать. Но если действительно уже человек, скажем так, до потери сознания и так далее, или ему уже сложно, чашка, то прервать разрешается. Но, опять же, лучше запастись терпением и продолжить. И, иншаллах, это безвозмездно не останется. То есть, Аллах, иншаллах, наградит этих людей. Машаллах. То есть, здесь охота процитировать хочется хадис пророка, где он говорит, поясним, наши дела зависят от наших намерений. То есть, смотря как мы вознамерились по истечению всего этого, по завершению Аллаху Тааля уже нас наградит, да? Потому что Аллаху Тааля справедливующий и справедливых, да? Вот, иншаллах, да, прокасывал, просто, если у него ваши деяния, то есть от ваших намерений. И если, иншаллах, намерения ваши правильные, сделайте правильное намерение, то Аллах, несомненно, воздаст за это награду. Машаллах. И побольше, конечно, в это время дуга делайте. У нас на линии телефонный звонок. Ассаляму алейкум, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Рахматуллаху баракатку. У меня такой же вопрос, такой вопрос, имамов. У меня сезонная аллергия. Можно использовать для капли глаз? Не в нос, а в глаз. Не нарушат пост, я пост держу в данное время. Все отлично, вопрос ваш ясен. То есть, нарушат ли пост капли или нет? Капли в глаз. Капли в глаз. Капли в глаз проблем нет. Можно продолжать. То есть, ну да, в принципе, можете продолжать пост. Не волноваться. Не волноваться. Капли в глаз – это проблем нет. Главное, что про то, как вы рот сполоснули и дальше продолжаете держать. Ну, Джан Аблаевич, выше мы уже перечислили, что вот существуют работы тяжелые, да, скажем, под палящим солнцем. Быть может, люди посредством своего здоровья не постятся, да. Вот вы, как опытный мусульманин, который уже не первый год постится, что бы вы пожелали таким людям? Ну, прежде всего, это психологический человек готов должен быть к Рамадану. И второе, что это испытание самого себе. Жар, холод. И поэтому, если человек психологически готов, он переносит хорошо. Поэтому мы канун Рамадана говорили, человек должен быть подготовленным к его разе, не только к голоданию или не голоданию, держать пост и это. А что посоветовали? Конечно, я говорил еще раз хочу, надо обязательно носить головные уборы. Это, чтобы не получить солнечный удар. Вот только что мы говорили, головокружение или там от солнечного удара перегревание температуры. Надо, наоборот, потеплее одеться и это. Второе, нет проблем, которые есть определенные, если планирует человек свою работу, физическую работу, или именно в каких условиях сегодняшняя работа будет состояться, человек должен к этому готовиться. Если дождь будет, мы берем же зонтик с собой. Мы знаем, сегодня будет зонтик. И поэтому, если завтра будет 31 градусов, надо обязательно восполнить утром во время ауза шара жидкостью побольше. И чтобы это поможет, меньше будет испарения. И одеться нужно теплой одеждой. Не наоборот, легкие одежды. Надо теплой одеждой. Тогда испарение меньше будет в организме. И третье, что человек должен утром измерить артериальное давление и какого состояния его пульса. И это займет всего 3 минуты. И человек будет знать, в каком состоянии он выходит на работу. Любой организации сейчас, например, кто работает транспортом, кто медицинские дети, обратиться к врачу, если плохо чувствует, нужно обязательно обратиться к врачу. Если врач подскажет, да, сегодня вам целесообразно прерывать пост, плохо чувствует, тогда эта рекомендация подлежит к выполнению. Потому что врач определяет общее состояние, а человек, если психологически готовый к этому, никаких проблем. Ну, жарко. Наши родители и мы сколько раз в прошлом году во время лета, во время лета, в июне, июля месяц был, хорошо переносили. И я думаю, что в этом году тоже нам Бог поможет определенный... Вот сегодня, например, какая прекрасная погода. Да, да, да. И вчера тоже был 31 градусов, но потом тоже был свежий воздух, облегченный. Жанн Абалаевич, мы обязательно вернемся к вопросам. Сейчас минуты на минуту с нами в прямой эфир выйдет мой коллега Айдос Ахмарза, который свяжется, дорогие телезрители, с нами, с мечети Харасай-Батыра, который расположен в самом красивом месте города Алматы, наверное, в предгорье нашего заилийского Алатау. Айдос, ас-саляму алейкум, варахматуллахи, варахматуллахи, варахматуллаху, как вы, как у вас настроение? 2003 жылы елбасымыз Нұрсултан Азарбаевтың бастамасы мен соғылған мечеттің бұйыл 17-ші Рамазаны екен. Енді осы кезекте бүгін мұна осы мечеттің бас имамы Хуаныш Наржанов ағамызмен, және мечеттің қадырлы, әрі тұрақты жамағаты Мұрзабек Шымшықбаев ағамызмен таныстырып өтейін Хуаныш аға. Менеке, Рамазан айының өткенде де Менеке, Рамазан айыны 3-5 күн өтті. Осы Рамазан айына Алматы облысы, соның ішінде мұна қарасай батырмешті, қандай дайындық пен кердіңізді? Солған тоқтауы бөтіңіз шаға. Қасиетті, Рамазан айының ұстаған ұрызаларыңыз қабыл болсын, Аллақтыла сауабынан мұл әтсін. Шынымен де бізде осы қасиет Рамазан айына үлкен дайындық пен келдік. Ең бірінші дайындығымыз, олар еңе, қазіргі мешіттегі жамағаттың сауаташу күнделікті. Тарауқ намазында 12-рек қағаттан кейін жамағатқа тұрақты түрде уағызына сауатайтылады. Жанымыздағы медреседе сауаташу көрсінде білім, ислам біліміне деген құштарлығы бар. Азаматтар, оқшылар кеп жаңада өздерінің, жаңада білімдерінің үшіндапатыр. Жанеде ұшында да біз қуанымыз керек, алхамлі алақтала бізге осында айларда құлсылғы етуді, ораза ұстауды нәсіп етті бұл үлкен байлық сүнгенге, үлкен байлық. Осы жанеде мен өз тарапымның бүкіл мұслыман қалқын еліміздегі тұрп жатқан қасетті Рамазан айымен қытықтағым келеді. Жанеде өзіміз осы Рамазан айына бір сүйіншімізі айтынғы қаралсай батырмеш тарапынан Рамазан жанеде мен деген осында біз кітапша шығардық, шағын ғана кітапша, жанеде бұл кітапшады 30 Рамазанның бір айы бойында қандай уағыз айтыса болады жамағатқа, сол қамтылады, мысалы жұма тұралы, арахымдылық тұралы, ораза тұралы, тарауқ тұралы, әртүрліқ тақырыптар қамтылған. Жанеде осы кітапшады біз Алла бұйырса бүгін тарапынамазында осын таратамыз деп ниетет батыр. Жанеде осы кітаптағы бүкіл мағлуматтарды әрғайсы үйлеріне барып, тұстарына жеткісі, Алхамлян Нұрсынен нұр болады. Бәрекел даға енді осы кітап қолдарына тиме алған жамағат мұл кітапты қайдан табалады? Сонда айта кетсеніз аға? Бұл кітапты Қарасай батыр мешітінен алса болады. Жанеде бұл шамамен бір жарымын данамен біз шығар батыр жамағатқа бұл айтқанда тол қамты айламыз. Жанеде Қазақстан ұсынанды не басқармасының түрі қасы басмықты ержанға жамалға жұлық қазіретінді мәтапсырмасы. Нарамазанды жыл сайын жаң ұлттық нақшыта өткізу соған сай кез. Қазақи дәстірмен осы мешітін ғайналасықта дастарқанжайып, сазды өкінбен осы оразайты мерекесін қыты басып көрем ниеті мұз бар. Бәрекелді. Мырзабек, аға мөнеке жақсыңыз жетпістеп олса да ауыз бекітіпсіз, ауыз бекіттіңізге бірінші жылы мен шығар аға. Катеринка Сейчас это пьяный файл, сегодня я вам даю рамаданский файл. Я вам говорю, он выступает на дозавание рамаданский файл, а не только рамаданский файл? Когда мы в Кариабе и сics, мы говорим, мы оставим отдаем на файл и получаем плен. Мы LINKE, коммунцы, все знакомы. И мы вышли в последней дозавании рамаданский файл. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо!